Итак, ребята, всем привет! Поговорим на тему подсистемы Windows для Android. Стало известно, что Microsoft планирует, и даже не планирует, а уже точно закрывает поддержку данной функции. Функции, из-за которой мы хотели обновиться с Windows 10 до Windows 11. Почему так получилось? Microsoft посмотрела на Apple, на их компьютеры, Mac, на процессоров M1, M2, то есть M-серий. Давайте вспомним, что нам дает Mac на чипе M. Установку iOS-приложений на Mac, и дальнейшее использовать. Microsoft решила провернуть это с Android-приложениями на Windows, но не срослось. Amazon App Store не такой популярный, как Google Play, а с Google у Microsoft нет контракта, чтобы официально взять Google-сервисы и Google Play Market. Если мы откроем браузер и напишем с вами Windows Subsystem for Android, и зайдем по первой ссылочке. Она ведет нас в Microsoft Store. Что мы видим? Подсистема Windows для Android больше не будет доступна в Microsoft Store после 5 марта 2025 года. Из этого следует, что после 5 марта 2025 года подсистема нельзя будет скачать с Microsoft Store. Но, есть альтернативный вариант, я надеюсь, что он будет работать, мы это будем еще проверять. То есть вот. Я сейчас покажу. Энтузиасты работают над кастомными билдами под системой Windows для Android. То есть, здесь есть Google Play. Надеюсь, что это не закроется. Хотя здесь, конечно, Microsoft завершает поддержку Windows Subsystem for Android. В результате, Amazon App Store для Windows и все программы и игры, относящиеся к WSA, больше не будут поддерживаться после 5 марта 2025 года. То есть, официально Microsoft не будет больше заниматься этой темой. Кастомная подсистема с Google Play маркетом. Оно все работает. Вот. Google Play. Пожалуйста. Приложение игры. Допустим, вот. Установим Viber. Установим кинопоиск. Давайте. Пров. То есть, все прекрасно, все открывается. Очень интересно посмотреть, что будет после окончания поддержки. Мы это обязательно проверим. Вот открывается кинопоиск. Все работает. Моё мнение, как человека, который следит за темой Microsoft, Windows 11 и прочими технологиями. Человека, который в этом разбирается и рассказывает вам последние новости из мира Microsoft и не только. Мне откровенно жаль. Этот проект, это было многообещающе. Это было здорово. Но, наверное, будем переходить на такие штуки. Это Nox Player, LD Player, BlueStacks. Чтобы использовать Android приложение на Windows. Но у меня есть надежда на то, что вот эти кастомные сборки будут работать. Пока все работает. Пока пользуемся. А если ролик понравился и был полезен, поддержи это видео лайком. Напиши комментарий. Тебе не сложно, а для меня это мотивация регулярно делать новый контент. Увидимся в новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok